Раскачался я так, что не помещаюсь в рубашку, которая у меня была велика прошлым летом. Ну, не страшно. Значит, мы с вами продолжаем разбираться с настройкой сети. Это тема 109.2. Сейчас посмотрим, как у нас в Red Hat дистрибутивах и в Debian дистрибутивах расположены файлы конфигурации сети. Я назвал часть вторую 109.2 ручная настройка сети. Суть в том, что мы смотрим именно на файлы конфигурации и учимся менять настройки сети редактированием этих файлов. А в следующем уроке будем разбираться, как делать то же самое при помощи специальных команд и утилит. Раньше у нас было много различных файлов конфигурации. Нужно было заходить в каждый из них и в них менять настройки. В современных дистрибутивах, как в CENTESY, так и в Ubuntu, нам, в принципе, достаточно поменять настройки только одного интерфейса. Не нужно отдельно прописывать шлюз, отдельно прописывать сеть, отдельно прописывать DNS. Все можно сделать в одном файле конфигурации. Так вот, в Red Hat и во всех его подобных системах, в том числе и CENTESY, на примере которого мы сейчас будем смотреть, у нас есть директория etc-sysconfig-network-scripts, и там находится все то, что относится к нашей сети. В Ubuntu у нас есть файлик etc-network-interfaces, в Ubuntu и во всех Debian-подобных системах. И уже тут у нас в этом файле настроек мы прописываем все необходимые изменения. Все сейчас это будем делать. Вы сейчас видите мой максимально обновленный CENTES, CENTES-7. У меня видеокарточка AMD, которая периодически обновляет драйвера. Вот последнее обновление привело к тому, что у меня теперь эти драйвера вылетают все время, приходится записывать по несколько раз. Ну да ладно. Значит, у нас есть с вами утилита, мы про нее еще будем говорить, но при помощи нее можно смотреть, вы знаете, настройки сети и в конфиг. В Windows это IP-конфиг, в Linux это интерфейс-конфиг. Так вот, у нас есть адаптер. Вот он наш адаптер, я сейчас поговорю, почему он так называется. У него есть некие настройки. Сейчас у нас адаптер выключен, поэтому здесь ничего у меня не получится, никакого адреса. У меня по умолчанию в CENTES адаптер отключен. Вот он, PCI Ethernet, я его сейчас включу. Покажу, как делать так, чтобы он включался сам. Вот сетевая карточка появилась, прекрасно, снова IP-конфиг. И вот я уже получил адрес. У меня здесь виртуальная сеть VirtualBox'а, выдала вот такой вот адрес. По сетям VirtualBox'а сниму занятия буквально на эти выходные, чтобы вы разбрались с сетями. А то уже много кто спрашивает, как менять сети, и что это значит, расскажу. Так вот, я вижу, здесь есть у меня некий IP-адрес. Чтобы посмотреть DNS, и мы уже с вами знаем файлик, это etc.resolve.conf. И вижу то, что вот у меня Network Manager. Здесь есть у нас Network Manager отдельный в CENTES'е нашем, который видит то, что у нас есть вот такой вот DNS-сервер. Этот DNS-сервер тоже выдал VirtualBox. Так вот, давайте посмотрим, что у нас здесь есть за настройки сети. Для этого мы переходим прямо по слайду в файл.etc. Не файл, в директории. Это c.sysconfig. Я уже почти отучился говорить папка вместо директории. Network Script. И здесь, если посмотреть, у нас есть огромное количество различных файлов. Здесь есть у нас скрипты всякие зелененькие, есть файлы и так далее. Нас сейчас интересуют настройки интерфейсов. Для настройки интерфейсов у нас теперь есть вот такое вот название. ifconfig, defice и вот такая вот штука. Два мы видим интерфейса. Это петлевой интерфейс loopback, который у нас сам на себя замкнут для проверки стека TCP и IP. И вот такой вот интерфейс. Раньше у нас интерфейсы были понятны. Назывались они понятны. Ethernet 0, Ethernet 1 и так далее. Вместо вот этого ENP 0S3. Но была некая проблема. Значит, у нас присваивалось имя интерфейсу при старте системы. Там по различным критериям можно было по MAC адресам, можно было просто во время индициализации, просто во время того, какие драйвера подключаются. И суть в том, что иногда могли интерфейсы меняться местами. И если вы использовали указания сетевых карточек именно по имени Ethernet 0 и Ethernet 1, а не там по MAC адресам, не по IP настройкам, то это приводило к проблемам. То есть у вас просто сети менялись местами и переставало работать, например, IP Table с какой-нибудь корпоративной Firewall и вообще все, что угодно. Значит, для начала придумывали сделать генерацию вот этих имен Ethernet на MAC адресах. Но там тоже было много проблем. В частности, с виртуальными операционными системами, в которых MAC могли генерироваться каждый раз по-разному. С дисками типа LiveCD тоже были проблемы. Затем стали придумывать, генерировать имена, основываясь на имени устройства в BIOS. Это тоже уже было намного лучше, но были свои проблемы, не буду сейчас отникать в нюансы. В общем, остановились на приблизительно такой же технологии. Теперь мы можем поддерживать имена сетевых интерфейсов, исходя из их индекса, исходя из их позиций в слотах PCI Express, исходя из их физического расположения. Точно так же мы до сих пор можем поддерживать классическую схему именования Ethernet 0, Ethernet 1 и так далее, и основанную на MAC адресах. Опять же, я вам в конспект это все напишу, как будет у нас последнее видео про 192. Скачайте конспект, почитайте. Я начал сейчас в конспект и дописывать все то, о чем я просто вам не говорю на занятии, чтобы не перезагружать его. Так вот, вот это вот странное название ENP0S3, в которое я сейчас пытаюсь попасть мышкой, Говорят о том, что это у нас Ethernet Network, периферия такая-то, Serial такой-то. То есть, грубо говоря, это шина и слот. У нас сейчас это нулевая шина и слот третий. Так как у нас виртуальная машина, я не могу сказать, насколько это справедливо, но те, кто работает с Linux, знают, что чаще всего именно так у нас и происходит. То есть, первая сетевая карточка называется ENP0S3, потому что встроенная сетевая карта, сетевой контроллер, он, как правило, находится на третьей позиции на нулевой шине. Вы можете переименовывать это в родные Ethernet 0, Ethernet 1, Ethernet 2, как вам угодно, но, не знаю, я бы уже не рекомендовал этого делать. Так вот, у нас есть файл вот этот вот, ifconfig.enp0s3, мы можем его посмотреть. Даже, наверное, сразу давайте зайдем и в режиме редактирования на него посмотрим. И мы видим тип Ethernet, понятно, это подключение по Ethernetу. В момент загрузки Boot Pro получай IP-шник по DHCP. Ну, то есть, просто это у нас динамический адрес, и мы пытаемся получить значение по DHCP. Далее, это будет маршрутом по умолчанию. То есть, это наша сетевая карточка. И для нее это будет маршрут по умолчанию. То есть, у нас, если бы было несколько сетевых карточек, мы бы указали, какая сетевая карточка использовалась бы для маршрутизации по умолчанию. PIR DNS, это настолько, говорит о том, что файл resolve.conf будет перезаписываться, и DNS сервер в него будет списываться, полученный от DHCP сервера. PIR roots, то же самое, про маршрутизатор. То есть, мы будем получать маршруты от сервера DHCP и записывать их в свои файлы конфигурации сети, если они у нас здесь есть. Маршрутизация у нас тоже будет в теме 109.2. Далее, IPv4, фейлер, фатал. Является ли фатальным отказ стека IP версии 4? То есть, если вдруг у вас не работает стек IPv4, выключать эту сетевую карточку или нет? У нас написано нет. Те же самые параметры про IPv6, про дефрут, PIR DNS и так далее, и про IPv, фейлер, фатал. Инициализировать IPv6, yes, можем сказать, но пусть не инициализируют, если не хотим. Автоконфигурация, тоже yes. Вот оно, имя интерфейса. Опять же, мы можем его изменить, но это делать нежелательно. Это уникальный айдишник нашего сетевого интерфейса. Мы можем опираться на него в каких-то настройках, но это у нас будет уже в LP2. И, собственно, устройство наше точно так же называется. Важный момент, почему у меня в центре сетевая карточка не включена по умолчанию, потому что вот здесь вот стоит onboot no. Значит, я предлагаю сейчас вручную изменить настройки этого интерфейса. Так как вы меня просите в V говорить, что я делаю, я вот сейчас перешел вниз. Просто пока я ничего не делаю, стер эти действия, нажал клавишу A, добавить. Вообще, лучше пересмотреть занятие по V у нас было с вами. Там посмотрите, какие ключи для чего используются. И пишу yes. Onboot yes. То есть теперь она у меня будет включена в течение бута. Далее, boot pro2. Вместо DHCP я хочу, чтобы у меня теперь использовался статический адрес. Я пишу static. То есть я вручную укажу адрес. И, собственно, теперь мне нужно указать адрес. IP адрес. ADDR равен. Ну, допустим, 192, 168, 0, пусть будет 101. Маску надо указать. NetMask равен. 255 классически укажем. 255, 255 в десятичном формате. 0. Далее я могу сразу здесь же указать шлюз. Gateway. Gateway. Раньше для этого мне нужно было заходить в отдельные настройки маршрутизатора. Только не gateway, а gateway. Шлюз. 192, 168, 0, 10. И тут же сразу я могу указать DNS сервера, что тоже очень удобно. Не нужно заходить в Resolve.com. Я пишу DNS 1 равен, допустим, 192. Это все случайные IP адреса. 168, 0, 1. Также могу сказать DNS 2, DNS 3 и так далее. Значит, сохраняю изменения. Нажимаю Escape и две заглавные Z. Z, Z. Сохранилось. И теперь, чтобы у меня эти изменения применились, потому что я просто изменил файл конфигурации, никакие изменения сразу, само собой, не внеслись, мне нужно перезапустить службу сети. В Centasi, в Red Hat мы пишем System, Control, CTL, System, CTL. Рестарт, перезапусти, Unit Network. Да, я Super User DUNI написал, но и хорошо. У меня вот открылось Акмо, которое меня в графическом интерфейсе подтвердило. Значит, проверим теперь настройки снова if-config. И видим наверху то, что IP-шник у меня стал тот, который я указал. Mask стала такая же. И давайте посмотрим файл resolve.conf. Вот он. Я вижу то, что DNS у меня тоже изменился. То есть в Centasi у нас есть с вами директория etc-sysconfig.network.script. Она наверху у меня написана, в шапке окна. И там у нас находятся настройки интерфейса. Давайте теперь глянем в Ubuntu. В Ubuntu, опять же, давайте посмотрим с вами при помощи if-config полученные настройки. If-config у меня есть IP-адрес, тоже некий полученный от VirtualBox. Видите, точно такое же название сетей. ENP0S3 и Loopback, петлевой интерфейс. И точно так же у нас есть наш etc-resolve.conf автоматически сгенерированный, в котором есть настройки также полученные. А нет, тут не также полученные. Тут name-сервером укажен 127.001. Сейчас посмотрим, какие у нас есть настройки каждой нашей сети. Я сейчас думаю, почему у меня 127.001, а не полученный от DHCP-сервера здесь DNS. И странно, при этом у меня же работает интернет, да? Ping.ru. Работает. Как-то сам на себя он резолвует. Надо будет подумать. Значит, мы с вами зайдем сейчас и посмотрим наш файл сетевых интерфейсов. Настроек SuperUser.do я буду делать. V. Отредактировать. Файл настроек сетевых интерфейсов. Network. Slash. Интерфейс. Тут интересный момент. Ubuntu десктоповая, смотрите, здесь не хранит настройки второго интерфейса, реального нашего интерфейса по умолчанию. Потому что у нас в Ubuntu занимается настройка сети ее родной Network Manager. У него свои файлы конфигурации, свой синтаксис довольно-таки запутанный. И у нас здесь ничего нет. Если бы мы сейчас с вами открыли все то же самое на Ubuntu сервере, у нас было бы написано приблизительно то же самое, только про наш интерфейс ENP0S3. Было бы написано тоже авто, интерфейс, инет. И там было бы написано не loopback, а DHCP. То есть, ну давайте мы сейчас с вами впишем сюда это вручную. То есть, нам ничего не мешает писать здесь настройки вручную. Если здесь настроек вручную указанных нету, просто берут в настройки Network Manager. Писать, что у нас есть еще ENP0S3. Авто говорит о том, что интерфейс автоматически загружается при старте. Escape, ниже опущусь. Add, Enter, Enter. И у нас сейчас, мы не видим этих настроек, но написано, должно быть что-то типа интерфейс. Такой-то. ENP0S3. Тоже инет. Это говорит о том, что это маршрутизируемая сеть. Это уже устаревшее на самом деле вот это вот указание инет, потому что у нас все сети, по идее, маршрутизируемые интернет. В некоторых случаях нужно писать не инет, но я такого не видал никогда. И у нас сейчас написано здесь DHCP. То есть, мы настройки получаем от DHCP. То есть, то, что я сейчас внес вот эти изменения, перезапущу службу сети, не изменится ничего, потому что у нас и так те же самые настройки. Просто они используются Network Manager. Давайте здесь тоже укажем статический адрес, как мы делали это в CentOS. Надо вместо DHCP будет написать, опять же, add static, статический IP-адрес. Далее мы должны будем с вами указать адрес. Адрес без всяких равно. 192, допустим, 168, 0, 102. NetMask, точно так же нужно сказать NetMask. Опять же укажем 255, 255, 255, 0. Точно так же укажем шлюз, gateway. Это все можно делать через командную строку, не редактируя файлов, но я вам показываю олдскульный способ, который гарантированно работает. 0, 10. И точно так же здесь мы можем указать DNS, что очень удобно. Это не так давно появилось и в CentOS и в Ubuntu, что не нужно лазить по различным вот этим вот конфигурационным файлам. Все можно сделать здесь. DNS, name, servers. И здесь мы указываем, допустим, 192, 168, 0, 1. И через пробел можем указать какой-нибудь еще DNS сервер. Ну давайте укажем, 162, 168, 0, 2. То есть видите, синдексис файлов отличается сильно в CentOS и в Ubuntu, соответственно, в RedHut и в Debian. И поэтому я вам показываю там и там. Сохраняем изменения, Escape, ZZ. Мало того, что мы внесли эти изменения, нам теперь нужно отключить Network Manager. Ubuntu у нас десктоп сделан для людей. Ее можно так же назвать человеческий Linux. Потому что в нем удобно работать через графический интерфейс, но при этом от классических канонов Ubuntu отошла. И поэтому таким олдовым админом Linux она может не нравиться. Я ее люблю. Тем не менее, конечно, было бы неплохо нам сказать о том, где и как это делается сразу в файле конфигурации. Так вот, нам нужно зайти в Network Manager и сказать ему то, что мы сами вручную управляем нашими интерфейсами. То есть вот здесь вот вместо Managed False написать True. То есть мы вручную сами работаем с интерфейсами. Мы говорим сохранить эти изменения. И теперь Network Manager не будет нам мешать. Потому что если бы мы перезапустили службу сети до того, как вот этот файл конфигурации применили, у нас все равно бы все настройки остались прежние. Потому что они брались бы через графику, через Network Manager, у которого свои файлы конфигурации. То есть теперь мы ему сказали то, что он не работает. Перезапускаем службу сети. Сейчас при запуске службы сети будут инициализироваться интерфейсы. Network Manager в этом участвовать не будет. И поэтому настройки возьмутся из того файла конфигурации, который мы с вами редактировали. Мы это можем проверить с вами командой ifconfig. И видим то, что да, и пишник у меня теперь 0.102. И теперь проверим наш DNS ResolveConf. А ResolveConf все равно игнорируется. Но с ResolveConf у нас много вообще здесь на самом деле нюансов. Поковырялся, разобрался, почему у нас DNS здесь не прописывается. Наш злополучный Network Manager еще и использует DNS Mask. Вот у нас здесь в файле конфигурации его написано, что DNS у нас является DNS Mask. DNS Mask у нас это специальное приложение, такое объединенное DNS и DHCP вместе. Он бывает находится в локальной сети, если кто-то его развернет. То есть он позволяет вам кэшировать запросы DNS и много в нем хорошего в этом пакете. Суть в том, что здесь нам сейчас он не нужен, поэтому я нажимаю I, решетка, чтобы закомментировать его. Сохраняю эти изменения. После чего пишу судо сервис Network Manager Restart. Все эти действия не нужно делать на серверную Ubuntu. Там все работает по умолчанию. Это мы здесь в десктоповую Ubuntu, так как с вами разбираемся, мне приходится вот так вот Network Manager наш насиловать. И теперь нам нужно еще Networking службу перезапустить. Networking Restart. Чтобы она прописала настройки DNS в файл ETC ResolveConf. Не уверен в том, что я сейчас все юниты, которые нужно, перезагрузил. Может быть еще и целиком компьютер придется перезагрузить. Сейчас посмотрим. И на самом деле службы здесь сразу тяжелее стали перезагружаться без Network Manager. Потому что у нас изначально десктоп и Ubuntu предназначены для того, чтобы в ней работали через Network Manager. Видно то, что все мои name серверы перепрописались. Все в порядке. Итак, мы с вами посмотрели файлы настройки сетевых интерфейсов в Red Hat системах и в Debian системах. Синтаксис отличается, принципы работы отличаются. Но в целом идея там и там одинаковая. Можно указать настройки, получаемые по DTC, можно указать статические настройки. Адрес, маску, шлюз DNS сервера. В Ubuntu нам немножко мешает Network Manager в десктоповый. Мы научились его выключать в серверный. В Ubuntu таких проблем не будет. Вообще, для работы с сетевыми интерфейсами есть специальные утилиты. О них будем говорить в следующем видео. Но вы умеете и редактировать теперь вручную. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова